здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и мы продолжаем серию программы таких записываем периодически вы их видите которые имеют отношение к министерству социального развития московской области но все касаются социальной защиты населения в данном случае у нас пойдет речь о об имуществе детей потому что детей тоже есть имущество и обо всех вопросах как это имущество как она распределяется кто за него отвечает и так далее очень интересная такая тема сложная для меня как для ведущего тем не менее нам во всем поможет разобраться ирина ральченко заместитель заведующего отделом защиты имущественных и не имущественных прав окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области все правильно здравствуйте ирина давайте начнем самого такого простого вопроса для а так как у нас программа в таком образовательном смысле идет да мы пришли к вам на прием гривы к нам пришли рассказать о том как возможно решаются эти вопросы это вообще важная тема когда потому что ну обычно как папа мама там родители родители в разводе один родитель или не дай бог еще какая-то более сложная ситуация вообще что значит имущество детей я вот сейчас так подумал когда ребенок рождается у него фактически никакого нет имущества он только является ну продолжать нам своих родителей то есть если родители потом на каком-то этапе пишут завещание ну например да или не пишут ну не дай бог что-то с ними произошло все имущество приходит ребенку мы понятно обо всем поговорим но что такое имущество ребенка на сегодняшний день с вашей точки зрения я имею ввиду с точки зрения вашей организации но к имуществу принадлежащим несовершеннолетним относится движимое имущество недвижимое имущество это квартиры машины гаражи акции доли в уставном капитале ну то есть все что есть материальный да все материальные ценности они в принципе с рождением могут принадлежать уже несовершеннолетним детям ну вот смотрите родился ребенок по возьмем невероятный вариант все хорошо папа с мамой любят друг друга у них заключен брак все документы есть у них есть квартира у них есть гараж предположим и у них есть машина рождается ребенок вот он в колыбели еще можно сказать лежит он уже в принципе претендует да наследником является нас его имущество их родителей и как родители знают об этом вообще у нас как гражданским кодексом уже определен круг наследников кто входит в этот круг наследников наследники первой очереди да это являются наши дети наши переживший супруг родители мама папа но и за это да это круг лица первой очереди наследников дальше 2 3 так далее очередь а если рождаются например близнецы неравные наследники в равных долях на все образы в долях то есть отроне тоже как бы просто делится на всех мама папа бабушки бабушки дедушки ну то есть родители взрослые супруги дети все получают в равных долях все имущество наследуемого хорошо но это работают до наступления совершеннолетия да а потом как нет наследственное право да никто не отменял это знаменитые полгода после не дай бог смерти вступление это время срок вступления в само наследство да а кто вступает несовершеннолетний либо взрослый мы все претендуем на это наследство по родственным так сказать причина и вот если наследником принявшим наследство является ребенок да здесь уже получается имущество несовершеннолетнего если родители в дальнейшем хотят что-то с этим имуществом совершать какие-то сделки на все потребуется разрешение органа опеки вот давайте сейчас будем разбираться в каком случае вот это может произойти потому что но опять же мы как бы уже люди взрослые то есть я-то начал предполагать что я на что-то претендую гораздо но уже позже да чем несовершеннолетний это когда что-то происходит в семье или как наследство это когда до что-то происходит что-то умирает по разным причинам да ну например папа умирает к сожалению да остается мама суждано все что принадлежало папе все имущество которому принадлежало это все наследственная масса и она делится между наследственная масса уже делится в разных пропорциях на маму ребенка и перед родителей умершего хорошо а если родители заключили ну брак да там как угодно там может брачный договор составили ли еще что-то ведь каждый человек может написать наследство может написать завещание случае до там смерти внезапно и так далее он же может не написать туда ребенка или это как не работают смотрите случае завещания ребенок несовершеннолетний даже если ему по этому завещанию ничего не отойдет он все равно имеет обязательную долю то есть ребенок в любом случае получит половину от того чем бы он владел если бы этого завещания не было ребенок в любом случае получит свою долю наследства я вот такую страшную да как сюжетную историю папа мама папа по каким-то причинам считаешь ребенок не от него например ребенок в семье и вдруг значит с папой что-то происходит а у него уже есть он заранее прописал вот это завещание где значит я уж не знаю как там он сказал что не принимает ребенка и так далее но все равно ребенок будет получать или как если в свидетельстве о рождении у ребенка в графе папа вписан папа и ребенок был рожден в браке либо было официально установлено отцовство то он является биологическим отцом согласно документов конечно закону и поэтому ребенок будет претендовать на долю в наследстве но это мы расследнием рассмотрим варианты когда все документы есть и как эта доля работают я так понимаю что есть несколько вариантов могут сегодня рассматриваем вопросы несовершеннолетние да у нас сейчас какой возраст кстати до 18 до 18 до 18 лет ребенок претендует но и кстати да да 18 лет многое может случиться в жизни а потом наступают уже другие до документы работают после совершеннолетия после совершеннолетия как взрослые но свидетельство о рождении никто не отменял только там написано да кто родители кто мама кто папа и чьими наследниками мы являемся а ребенок несовершеннолетний вот например ему 16 лет до не 18 даже 16 он принципе уже частично дееспособны частично дееспособны а он может что-то написать по поводу условного ну я также условное завещание к вообще чек может завещание написать скорее всего с 18 лет он может уже написать завещание тогда уже могут быть какие-то варианты по его доли которые имеют отношение к его про сейчас меня даже знаете такие фильмы как обычно английские чаще всего когда происходит всякие нехорошие вещи убийства именно по семейным этим раскладом кто за кем честно говоря наследство до 18 лет иметь ли право даже не сталкивались не что-то надо бы поинтересоваться да но я же просто набрасываю вариантов как много хорошо давайте мы тогда поговорим кто и как может на сегодняшний день распоряжаться имуществом будет несовершеннолетнего коль она у него есть в принципе если мы считаем что там пятилетний шестилетний мальчик не знаю еще а пока по закону он уже как бы частью гаража владеет частью машины владеет часть то есть он грубо говоря может подойти сказать папа что ты неправильно машину моешь там что машина теперь у нас общее хорошо что они этого не знаю вот но как все-таки могут могут распоряжаться родители дам мама и папа по совместной договоренности могут распоряжаться имуществом их детей но одно ограничение на все нужно получать разрешение органа опеки то есть они самостоятельно принимать такие решения без одобрения органов государственной власти дать в лице опеки самостоятельно не могут развести отчуждение этого имущества либо принять какие-то вот борьбу на правильный на уменьшение этого имущества до чтобы продать квартиру нужно получить разрешение опеки это нормальной семье когда все хорошо в любой семье то есть у нас 37 статья гражданского кодекса говорится что на любое распоряжение имуществом принадлежащего несовершеннолетним требуется разрешение органа опеки то есть опекун должен получать такие разрешения и эта статья на распространяет свои действия в том числе и на родителей и на их родных детей не только подопечных детей но и на родительских детей распространяется эта статья понят даже сет гараж хочет продать то уже надо в опеку обращаться а если развод происходит когда ребенок несовершеннолетний даже если родители разведены даже если бывают случаи мама не знает куда уехал папа где он находится по допустим не общаются они все равно законе сказано что на любые действия по распоряжению имуществом требуется согласие обоих родителей поэтому любом случае то есть если папа у нас не лишён родительских прав не ограничено в родительских правах не находится в розыске то есть нет официального документа из полиции подтверждающим что он в розыске то требуется согласие второго законного представителя то есть она найти то есть да то очень похоже на тот период такой был когда выезжали отдыхать с детьми и всегда нужно разрешение это реально согласно потом это немножко отменили оставили в согласии только для стран шенгена так только по одному один родитель москопа ну и раз такой сложный вопрос квартира наше все счастливые родители которые вдруг решили ее продать либо как у нас говорят улучшить свои квартирные условия вот что они тогда должны делать наверняка многие даже не знают что они должны в опеку обратиться и получить разрешение как это да это сюрприз такой для них давайте мы прям вот эту схему и она же существует расскажем через некоторое время а завершая первую часть нашего разговора просто будет такой романтической романтический вопрос вообще часто вот сейчас происходят эти проблемы часто вам приходится следить за имуществом несовершеннолетних или все-таки это такой точечная тема нет сейчас очень много детей которые владеют собственностью родители распоряжаются продают покупают улучшать свои жилищные условия поэтому таких разрешений и таких заявлений поступает очень много ну и сами родители взрослые тоже уже начинают понимать что узнают что каковы правила конечно как только у них возникает потребность продать до или улучшить условия свои жилищные продать одну квартиру чтобы купить большую другую лучшую себе купить или дом себе купить земельным участком они все сталкиваются с тем вопросом что необходимо получать разрешение органа опеки хорошо тебя сделаем небольшую паузу напомню что у нас ирина ральченко который помогает нам разобраться в теме значит имущество несовершеннолетних которые может быть даже не всегда знают что у них имущество есть но папа с мамой должны об этом знать но не только папа с мамой ближайшие родственники всех тем мы еще коснемся но начнем во второй части нашей программы именно вот со схемы продать квартиру короче говоря что-то сделать с квартирой и как работает эта схема там есть главное слово в данном случае опека вот к этому вернемся через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко нас гостях ирина ральченко заместитель заведующего отделом защиты имущественных и неимущественных прав окружного управления социального развития номер три министерства социального развития московской области говорим об имуществе несовершеннолетних мало наверное кто ну глубоко так сказать вчитывался во все эти законодательные акты оказывается чтобы продать квартиру папа с мамой должны обратиться в органы опеки если у них есть несовершеннолетний ребенок и так как работает эта схема вот приняли решение продавать дальше что первое что мы рекомендуем это обратиться к специалистам соцзащиты в сфере опеки государственным да только государственной потому что полномочий по выдаче разрешения только у государства никаких частных организаций или каких-то частных контор до юридических фирм что мы вам сейчас все решимо не существует только органы опеки уполномочены давать такое разрешение так первое что значит родителям следует обратиться на консультацию потому что все сделки все-таки индивидуальны у всех какие-то свои нюансы существуют для того чтобы понять родителю какой же пакет документов собрать именно в их случае лучше прийти на консультацию либо позвонить хотя бы по телефону предварительно проконсультироваться консультация долго идет по времени записаться все индивидуально потому что у кого-то простые вопросы у кого-то очень сложные схемы там ипотеки маткапиталы то есть какие-то залоги квартиры еще допустим у многих приобреталась с использованием средств материнского капитала средства были вложены но на сегодняшний день допустим они не еще не распределили эти доли помад капиталу квартира до сих пор находится в залоге у банка ипотека не загашено они ее продать не могут здесь вот каждая ситуация разбирается очень подробно чтобы понимать как же пошагово семье выходить из этой ситуации каким образом прийти все-таки к заключению без вас без помощи ваших коллег очень трудно это наверно список документов для каждого варианта есть стандартный перечень документов он ведь разница расширяется в зависимости от того были маткапиталы не были залоги то есть небольшое количество как бы расхождение стандартный пакет документов это документы подтверждающие личность самих заявителей родителей паспорта осветительство рождения детей документы подтверждающие там установление отцовства перемены фамилии имени и отчества если имелось такое и документы на сами объекты то есть продаваемое жилье приобретаемое жилье то есть на основании чего граждане владеют каким документом они владеют то есть мы продали если все хорошо мы жилье продали но купили новое получается что это новое жилье опять наследство делится да как то значит условие такое что все сделки у нас должны совершаться к выгоде несовершеннолетних и в первую очередь задачу органов опеки до проследить чтобы продаваемое имущество отчуждаемые детей который будет продаваться и приобретаемое новое имущество которое будет оформляться опять им в собственность не было хуже не было дешевле не было меньше не ухудшились их жилищные условия то есть должны соблюдаться какие-то требования к этому имуществу то есть не за папу маму это особенно не влияет вы как хотите а вот но у детей ухудшится их условия их имущество уменьшится не должно а если купит например квартиру меньше купят но а детская комната там будет больше чем в той квартире так не считается а все индивидуально рассматривается индивидуально да хорошо а вот есть такое загадочное радостное для кого-то слово дарственное вот если например папа с мамой ну вот все как мы рассказывали папа же может например ну хороший в смысле хорошо зарабатывающий папа вот купить квартиру в качестве подарка своему ребенку и для того чтобы подарить нашим детям какое-то имущество разрешение опеки не требует ли пожалуйста вы можете приобретать и дарить игру с рождения ребенок родился вы можете хоть на следующий день пойти купить и подарить ему эту квартиру то есть понятно хорошо то есть тут уже немножко по другому вопрос окей значит рационального дележка еще вот в нашей жизни есть вопрос деления разделения особенно когда все-таки наступают какие-то моменты семейных проблем кто-то ну люди так устроены всевозможные конфликты приходит время как-то делить это имущество вот вы говорите что или я так понимаю что есть ну доли да на каждом из участников этого семейного проекта вот и как людям разделиться они хотят нормально разойтись например ну потом же там же еще тема на алиментов будут назначены вот хотят хотят отец мамы развестись квартира предпарук по предположим остается маме с ребенком вот как это все делится ну может быть какие-то другие схемы с которыми вы сталкиваются в основном любое раздела именно совместно нажитого имущества как супругов это личная уже их договоренности как они между собой будут делить это имущество то есть органы опеки отвечают и дают разрешение только на имущество несовершеннолетнего то есть если в квартире которые хотят поделить родители присутствуют доли несовершеннолетних да то доли детей они не соприкасаемо то есть они в любом случае остаются за детьми как родители будут делить свою оставшиеся завершийся до кусочек доли оформлена она доливая ли она оформлена в совместную общую собственность то есть здесь уже такие нюансы нужно смотреть юридически как это все это только по их личным договоренность а если папа например хочет забрать машину ну мама не ездит как бы не умеет так далее как то это доля они они могут заключить нотариальное соглашение о разделе совместно нажитого имущества где прописать кому какая доля в каком имуществе либо какое имущество кому отходит после развода то есть получается что папа несмотря на развод получая например машину по договоренности с супругой все равно в доля несовершеннолетнего может быть в папиной машине еще до папиной машине доля будет если она только по наследству оформлена то есть купить машину на несовершеннолетнего ребенка у которого в силу возраста еще нет права управлять транспортным средством да это невозможно то есть машину можно получить только по наследству то есть здесь я наследник я принимаю имущество поэтому вот папа например, вышел из семьи, вот они договорились, он забрал машину, и через год с ним что-то произошло. Тогда эта машина уже войдёт в состав наследуемого имущества. А он в новой семье. Наследниками будут его дети и та супруга, которая у него есть на день смерти. То есть бывшая супруга уже близким родственникам и к этому имуществу не имеет отношения. А ребёнок? А ребёнок, он наследник ребёнок. То есть он ходит в маленькой доле вместе с новыми детьми и с новой супругой? Да, да. Как всё сложно, как всё продумано. Я так понимаю, что вы... А вот с какими случаями вы сталкивались? Бывали какие-то невероятные истории, когда даже с точки зрения закона нужно было произвести какие-то невероятные действия, чтобы разрулить эту историю? У нас все случаи очень индивидуальные. По каждому случаю приходится, когда он первый раз происходит, звоним нотариусам, консультируемся. Потому что все сделки по отчуждению имущества детей с квартирами, да, они регистрируются только через нотариусов. То есть сам договор купли-продажи оформляется, удостоверяется именно нотариусом. В простой письменной форме продать квартиру, принадлежащую ребёнку, невозможно. И поэтому мы очень часто бывает, что прибегаем к консультации нотариусов для того, чтобы понимать, как юридически правильно оформить ту или иную сделку. Ну, то есть сталкиваясь, по крайней мере, с какими-то такими странными, сложными случаями, то есть жизнь подбрасывает варианты. Да, очень много таких случаев возникает именно со средствами распределения долей по мат-капиталу. В законе написано, что мат-капитал даётся при рождении второго и последующих детей. И были случаи, когда родился второй ребёнок, семья взяла мат-капитал, приобрела квартиру. А потом через какое-то время у них рождается третий ребёнок. И встаёт вопрос всё-таки, на какое количество членов семьи распределять этот мат-капитал, доли выделять только на тех, кто был, на тех детей, кто был рождён на момент взятия самих средств. Или на сегодняшний день, когда я иду к нотариусу, сегодня распределяю эти доли по мат-капиталу всё-таки. круг этих лиц, на которых надо распределять. Здесь тоже очень много таких нюансов. Хорошо, ещё такой один вопрос. Мужчина-женщина усыновляют ребёнка, он же тоже несовершеннолетний. У него такие же будут права? Усыновлённый ребёнок приравнивается уже к родному ребёнку. То есть все права и обязанности, как и в отношении родного ребёнка. Ну и ещё один такой вопрос. То есть если семья многодетная, вот предположим, многодетная, пускай будет шесть детей, да? То есть на каждого доля. И каждый претендует на долю. Каждый. И хорошо, а если вот такой вариант. Часть детей становится совершеннолетними, а часть детей остаётся несовершеннолетними. Меняется же у совершеннолетних система? Или доля всё равно сохраняется? Все доли сохраняются. У каждого остаётся их собственность. Собственность, она неотчуждаемая. То есть в законе написано, что имущество, принадлежащее детям, не принадлежит родителям. И имущество, принадлежащее родителям, не принадлежит детям. Поэтому всё, что родители при жизни подарили своим детям, денежные средства им на счёт положили, долю в квартире им подарили, это имущество уже переходит к их детям. То есть они уже не вправе им распоряжаться. Это уже не их имущество, они его подарили. Поэтому когда родители приходят и говорят, ну это же мы положили денежные средства, это мои деньги. Просто вот они на счету у ребёнка лежат. К сожалению, то, что вы отдали, подарили ребёнку, перестаёт быть вашим. Это уже не ваши деньги, это деньги несовершеннолетнего и могут быть израсходованы только на нужды несовершеннолетнего уже. И только с разрешения органа опеки. Хорошо. Ещё такой вопрос. А наверняка родители же пытались как-то отказаться от вот этих принадлежащих несовершеннолетнему имущественных прав. Это вообще возможно как-то? В рамках вступления в наследство возникают иногда вопросы, как отказаться от наследства, от той наследственной массы. Всё чаще и чаще в ситуации, когда в наследство входит не только имущество, но и кредиты, кредитные обязательства, взятые наследодателем, умершим при жизни. И все эти долги, они как бы переходят на наследников. То есть наследник принимает всё имущество, включая все долги наследодателя. И если эти долги превышают стоимость самого имущества, грубо говоря, доля в квартирке, которую получает ребёнок, стоит 200 тысяч рублей, это минимальная. А доля по кредиту переходит ребёнку в размере миллиона. Конечно, это несопоставимо, что кредит превышает стоимость всего имущества. Тогда возможно рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от вступления в наследство, не принимать это наследство. Понятно. Банковские счета с несовершеннолетними, вообще-то схема как-то работает сегодня? Работает, очень активно работает, очень много денежных средств у детей на счетах находится. Бабушки, дедушки очень любят внукам открывать депозитные счета. И это уже их полностью? Всё, что открывается на имени несовершеннолетних и кладётся на счета детей, становится имуществом детей. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Камененко. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин